И о ситуации в зоне АТО. Сегодня там погиб боец. Противник усиливает обстрелы практически по всем направлениям. В прифронтовой Авдеевке назревает гуманитарная катастрофа. Все подробности об этом расскажет Геннадий Вивденко. С шести утра противник начал мощнейший обстрел украинских позиций. Мы знаем свою работу, что надо. И где стрельба надо отработать, оборониться. Какой-то с одной стороны. Вильнейше себя чувствуешь. Конкретно делаешь свою задачу. Украинским солдатам удалось попасть в склад снарядов наемников со станкового гранатомета в районе Синоватской развязки. Кроме тяжелой артиллерии враг активно применяют танки. Постойно используются танки с закрытых в огневых позиций. Серьезный бой, довольно серьезный бой сегодня отбился. У нас, слава Богу, нет втрат. У них, я думаю, что есть. Потому что все равно у кого-то в складе кто-то находился. И, судя по разрывам, которые происходили с них, скорее всего, это были танковые снаряды, выложенные на грунт. Для перезарядки танков, которые по нам стреляют. Поэтому, я думаю, что они остались без боеприпасов и без людей. Под Авдеевкой продолжаются бои. Идут сейчас обстрелы в районе промзоны. Но горожане уже ничего не боятся. Гуляют по улицам даже с детьми. Маленькому Глебу чуть более года под вражескую канонаду гуляют вместе с бабушкой. Первый весенний день все-таки. Ребенок не понимает. Он все равно уже знает, если идут выбухи, уже говорит «бам». И уже знает, что где-то «бам» пойдет. Да, Лебша? Погода хорошая сегодня. Поэтому вышли гуляем. Три месяца. Три месяца. Только родился. Юрий и Ольга только получили гуманитарную помощь. Говорят, главная проблема – с водой. Воды сейчас нет. С водой проблемы. Это, конечно, очень сложно. А так мы, мирные граждане, работаем, всех любим и хотим, чтобы был мир, спокойствие и все хорошее. В соседнем магазине Наталья используют скудные запасы воды, чтобы вымыть окна. Я работаю уборкой. У нас идет обычная жизнь. Кто мне предоставит жилье? Да, я согласна. Ну, дайте мне жилье, дайте мне перевезти вещи, чтобы я могла мирно и спокойно жить. Нервы не выдержит. Потому что некуда. И подвал, и с подвала, и все. Куда деваться? Это же не значит, что если у нас война, значит, нам нужно превратиться непонятно в кого. Света в Авдеевке днем нет. Глава области Павел Жибривский сообщил, что воды в городе осталось буквально на две подачи. Насколько именно ее хватит на день или два, пока неизвестно. Авдеевку из-за того, что боевики не позволяют восстановить фильтровальную станцию, пострадавшую от вражеских обстрелов, собираются перевезти на автономное водообеспечение. Установлено уже около 40 резервуаров. Закупают новые. Техническую воду собирается предоставить Авдеевский Коксахим. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.